МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сами нижегородцы на забор не жалуются, но поводов для раздражения все равно хватает. Когда идешь на высоких каблуках, вот это покрытие не нравится. Подтверждаем, брусчатка на Покровке не самого высокого качества, хотя только в прошлом году на ремонт тротуара потратили почти 2 миллиона рублей. Кормить детей, гулять с детьми нам вообще неудобно, потому что лавочки постоянно заняты, нам негде покормить детей. И с этим не поспоришь, лавочки и приятный тенек на Покровской найти не так-то легко. А если вам и повезет, то компанию, скорее всего, составят городские музыканты, а заодно и попросят оценить рублем свое творчество. Иногда даже слишком навязчиво. Раздражает? Ну, есть немного. Вот это оформление террас немножечко раздражает, потому что оно везде такое же, а хотелось бы, чтобы здесь было какое-то особенное. Качество оформления городских кафе вопрос, конечно, спорный, а вот редкие элементы рынка на центральной улице города действительно удивляют. О Богороде также иногда напоминают не только палатки с ягодами, но и специфический совсем не ягодный запах. Владельцы прокатных лошадей только разводят руками. Продукты переработки на брусчатке появляются вовсе не от маленьких пони, а от полицейского конвоя. Жалуются на нас. К ним никаких предъявлений, ну, как бы, им это не предъявляют. То, что они полиция, к ним никто не подходит. Подходит к нам. То, что мы здесь каждым днями работаем, и говорят, что это наши лошади делают. А мы за своими лошадями убираем всегда все. Из постоянных развлечений на Большой Покровской можно отметить уличных художников, которые за полторы тысячи рублей напишут ваш портрет в цвете, продвинутую детскую площадку, на которую потратили 6,5 миллионов рублей, и настоящий писк сезона – динамический турник. Провисеть две минуты на турнике, который еще и крутится, занятие, конечно, не очень простое, но и приз тоже солидный. Цена одной попытки – 100 рублей, главный приз – 1000. Как советуют те, кто устанавливал турник, главное – постараться не раскачиваться. А вот устоять на ногах даже на земле не всегда получится. Дело в том, что по Покровке уж очень любят кататься на двухколесном транспорте любого вида. Резюме. Мы преодолели Большую Покровскую за 30 минут. За это время нам успели раздать 8 рекламных объявлений. 5 раз нам предлагали помочь молодым музыкантам и только один раз заработать на турниках. Хотите провести свой обеденный перерыв? Точно так же приходите сюда, на Большую Покровскую. Ким Андреев, Илья Федулов, Горький ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова